и снова здравствуйте всем привет Blender 2.91 вот думал еще рассмотреть именно муравья потом слона как что сделать но остановился на мухе здесь все-таки поинтереснее будет давайте рассмотрим нюансы как все это дело сделать и так что нам нужно нам для начала нужно будет ставить кости вот я их повставлял все по прошлым роликам ничего тут такого нового так где тут находятся крылья вот они крылья это муха итак начинаем от задницы вот этой ввести кость здесь одно тело одна кость если бы здесь были какие-то еще части то можно было бы добавить еще несколько костей маленькая шея и большая голова чтобы это все мягче водилось чтобы не двигалась именно тело за головой монолитом так что еще тут интересного да в принципе ничего соединение костей то же самое как и в предыдущих роликах именно с комаром и с гусеницей лапы точно так же присоединяются сейчас покажу вот эти вот косточки вот эти присоединяются кости тела как это все делается нажимаем на кость ноги и через shift на кость тела и жмем ctrl пи и жмем типов сет и она объединяется так теперь что сделаем когда вы все кости поставляли как в предыдущих роликах нужно выбрать сначала вот эти все кости вот эти и повторяем все что в прошлых роликах так вот даже так ctrl z и через shift кость крыла делаем единицы на паде shift d сочетание клавиш ctrl z ctrl z я немного двинул мышкой shift d копируем щелчок левая кнопка мыши правая кнопка мыши нажимаем мир x global мне подписчик или зритель написал что вот это дело чтобы не переводить не подгадывать где у вас тут что находится можно просто подставить этот через shift и в это место поставить этот курсор пивот и автоматически она здесь отзеркалится вот по пивоту ну вот такой вот вариант вернем пивот на место вот сюда теперь что нужно сделать когда все кости у вас отзеркалены вставлены заходим в облик мод единицы на паде включаем именно крылья и получится допустим у вас такая ситуация что крыло крыло вот два крыла это один мэш нужно два сделать делаем shift d щелчок с помощью мов ровненько поднимаем кверху выбираем вот эти крылья первые и заходим в эдит мод выбираем рентген выделяем одно крыло и делаем дэвид вертиксы так теперь заходим в облик нот это крыло есть надо вот это крыло удалить выбираем вот эти крылья и выбираем эйдит мод выбираем вот это крыло опять же с рентгеном чтобы все полигоны выбрались и жмем делит вертиксы заходим в облик нот выбираем крыло и опускаем его на его место вот сюда так теперь по прошлым роликом нужно сделать такую систему если сейчас мы вот это все дело объединим объединим крылья вот так вот и тело мухи жмем control пи пардон жмем control джей control и джи английское сочетание клавиш и объединяем вот этот именно вот эти все саптулы мэши в один теперь что нужно сделать выбрать все наши вот эти мыши вот эту вот муху и через shift кости жмем control пи и жмем with empty group для чего это делается чтобы когда кости будут привязаны вот эти крыльев смысле крылья будут привязаны костям чтобы они не тянулись нигде чтобы нормально все это дело работало так когда мы это все объединили выбираем теперь нашу муху и вы увидите что вот в этой вкладке object date properties появились вот эти вот именно вертик группы если сейчас мы привяжем полностью рик попробуем выбираем значит так сначала выбираем вот эту вот муху и зайдем допустим в edit mode в edit mode и нужно нам опять же рентген и выбрать вот одно крыло смотрим чтобы лишнего не было выбранное если вы выбрали что-то лишнее нажимать английскую c и колесиком нажимайте на выделенные вот эти полигоны следом правая кнопка мыши убирает вот эту именно вот эту вот вот этот круг кисть можно из кей нажать смотрим чтобы точно все полигоны были выбраны опять же через shift если что-то вы не выбрали вот можно до корректировать тут вопрос состоит теперь а кость как называется заходим в object mode выбираем кости и нажимаем name via port display name у нас получается крылья 29 и 19 кость вот так вот теперь что нужно сделать выбрать опять же крылья ну муху и зайти в edit mode крыло у нас уже выбрана и нужно найти девятнадцатую кость тут восемнадцатая бон 19 мы ее выбираем и жмем decision вот такая штука теперь выбираем вот этот часть крыла вот таким вот образом смотрим опять же чтобы не зацепить какие-то другие детали единицы на нампаде и вот полигоны кое-какие не выбраны через shift добираем их вот так это кость у нас 29 находим 29 кость и жмем и сижен применяем вот эту костью к этому крылу так теперь нам нужно оставить двадцать девятую кость и девятнадцатую зачем если сейчас мы зайдем в обжиг мод и заходим привязать вот этот мэш к ригу control пи вид автоматик виджет он вот он начал матюкаться он не будет привязывать именно кости вот эти ног там усов задницы но крылья будут привязаны так выбираем кости косточки и зайдем посмотрим если мы выберем крыло р вы видите что крыло привязано но кости вот эти кости g они отвязаны control z исправляем теперь эту ошибку control z control z каким образом мы теперь когда все это дело выбрана привязано нужно отвязать их именно от empty group выбираем так выбираем мэш и заходим оставляем двадцать девятую кость и девятнадцатую вот а эти можно удалить и так остается у нас двадцать девятая и девятнадцатая кость вот теперь пробуем привязать весь мэш вот к этому ригу control пи вот автоматик виджет он все равно матюкается значит нужно сделать таким образом выбираем вот эти крылья заходим в edit mode и попробуем эти крылья теперь отсоединить жмем выделяем два крыла теперь вот так и где-то если что-то зацепили так опять же выбираем рентгеном чтобы все выбрать control z через shift если у вас какой-то выбран уже объект повторяем ну и то что вы зацепили c колесиком можно очистить и отцепляем их жмем по английскую и селекцию так теперь нажимаем object mode смотрим что тут получилось муху прикрепляем костям control пи уитт автоматик виджет теперь уже не матюкается а просто привязывает муху ну теперь вопрос такой что у нас крылья опять это один мэш а кости две нужно и крылья тоже разъединить заходим в edit mode рентген выбираем одно крыло вот так жмем пи селекцию и выбираем второе крыло ну в принципе одно крыло так и останется смотрим object mode так это крыло и вот крыло все и их теперь привязываем каким образом выбираем одно крыло и через shift косточки заходим в post mode выбираем косточку который привязываем и жмем control пи бомб теперь выбираем в object mode другое крыло и выбираем опять рик выбираем post mode выбираем другое другую кость жмем control пи бомб все это дело привязано проверяем как все работает так object mode выбираем только кости и заходим в post mode единицы на нампаде р косточка просто теперь будет чуть-чуть запаздывать от крыла ну анимация будет нормально проходить крыло коробить не будет все нормально так control z смотрим это крыло так и это крыло тоже работает просто косточка чуть-чуть запозданием но это не беда нам не приходится теперь к этой кости добавлять еще кости по краю и привязывать к этой кости чтобы не коробила именно крыло вот эти части не не отставали или не вытягивала их так единица нам паде что еще теперь нам нужно привязать вот эту косточку вот к этой control shift c и жмем inverse kinematic ставим ее на две кости почему потому что вот одна кость и вот он вот на эти две пусть она и отвечает так посмотрим g все лапа привязана вниз тоже работает если сейчас мы поставим эту косточку на одну кость проверяем как будет работать вы видите что работает только кисть и inverse kinematic этого нам будет маловато вот две кости самое то и вот эти все косточки так я сейчас на им отключу они нам уже не понадобятся и вот эти косточки control shift c продолжаем inverse kinematic и опять же на две кости и с этой стороны тоже самое ну вот в принципе рик готов можно еще если вам надо лапами как-то тут передвигать под настроить вот эти лапами каким образом да выбираем вот эту косточку и вот эту по моему control shift c и жмем copy rotation ставим local space и ставим local space вот теперь если вы будете вот допустим и крутить вот это вот эту косточку то у вас будет крутиться и вот это ступня и так вот получается вот такой простой рик вот смотрим единицам нам поди и крылья крутятся вот нормально все и получается вот такая штука давайте что-нибудь тут ей поднапишем g вытягиваем лапы при полете как бы вниз так это дальние это вот сюда это тоже чуть-чуть пониже вперед вот так вот так ну это тело по можно чуть-чуть как бы поджать так вот вот этим можно как бы вперед что ли на этих жопе вот так поближе вот ну и жопу тоже развернуть так а вот эти наверное джи к этим лапам видите тогда вот сюда поближе вот так вот как-то смотрим что получилось ну такая поза у мухи ну и типа голову можно тоже немножко виноват так сделать так теперь единицы на паде это получается крылья и опускаем вниз вот так вот пишем а и так лок рот теперь переходим на какой кадр сейчас посмотрим ну давайте на 5 и и ставим крылья вверх и ставим крылья вверх не знаю докуда так вверх они прям поднимаются или чуть меньше амплитуда ну посмотреть просто а и лок рот и первый кадр шифт д на 10 ставим 10 кадров отключаем и вот пошла муха в полет вот такая штука так переключимся вот в такую позицию и еще что можно рассмотреть это как косточки здесь у нас поставлены ориентированы выбираем аксис и смотрим z сюда z сюда по y z y z y так теперь можно зайти в edit mode арматура и найти bone row и найти вот позиция негатив over по позиции по z поставить ориентировать их все ну давайте по z ориентируем и зайдем в object mode pause mode вот все нормально крыльями машет еще движение головы и лап добавить и вообще будет бомба ну возможно еще крылья сделать побольше чтобы покрасивее как бы было ну чтоб не бабочка конечно была и у нее можно еще по паре крыльев добавить тогда шмель уже будет ну вот такая штукенция вот такой рик все всем пока до свидания